После взятия Краснодара войсками вермахта 9 августа 1942 года в лесах и гористой местности Краснодарской области появились партизаны. Уже практически сразу они стали наносить ощутимый урон живой и материальной силе противника. 19 августа в засаду попали передовые части егерей, предназначенные для прорыва к Туапсе. Возле станицы Смоленской партизанами было уничтожено 48 нацистов, броневик и три автомашины. А уже в начале сентября была уничтожена крупная колонна немцев. Ранним утром автомашины с автоматчиками, боеприпасами и продовольствием под прикрытием трех танков выехали из станицы Новодмитровская. Въехав в лесной массив, головной танк по заведенному обычаю стал для профилактики обстреливать кусты из пулемета и пушки. Вдруг взрыв потряс землю, танк подорвался на мине, а в немецкую колонну из кустов полетели гранаты и бутылки с горючим. Через мгновение по нацистам ударили пулеметы и карабины. Машины по инерции стали натыкаться друг на друга. Второй танк, находящийся в середине колонны, попытался развернуться, но у него взрывом повредило гусеницу, и он осел к канаву. На него сходу наскочила и взорвалась ближайшая машина с боеприпасами. Третий танк, шедший в хвосте колонны, найдя сход с высокого шоссе в глубокий гювет, сумел зайти в тыл нападающим. Он уже приготовился было открыть огонь, но подросток, которого партизаны оставили наблюдателем, бросился на перехват танка и смог двумя гранатами его успокоить. В этот момент подъехала вторая мото-колонна немцев, и нацисты, десантировавшись с машин, огромным полукругом стали охватывать место засады. Но в бой вступило ядро прикрытия, и партизаны, избежав окружения, вышли из боя и растворились в лесу. Эти засады устраивал отряд под руководством Игнатова Петра Карповича по прозвищу Батя. Вся его семья, за исключением среднего сына Валентина, который воевал в Крыму, также была в отряде. Идея создать партизанский отряд пришла в голову старшего сына Петра Карповича, Евгению, который работал начальником технико-конструкторского отдела маргаринового комбината. Отец же, имеющий опыт партизанской борьбы еще по гражданской войне, возглавил это движение. На их призыв сразу откликнулось около 50 человек. Когда Елена Ивановна Игнатова узнала, куда уходят ее муж и сын, то молча стала разбирать чемоданы, предназначенные для эвакуации. Когда же Евгений спросил ее, что она делает, то родные услышали в ответ. Разве не понадобится в партизанском отряде хирург? Или думаете, я квалификацию потеряла? А когда ее спросили о младшем сыне, то она, вздохнув, ответила. Разбаловала вас, ребята, советская власть. Гени-16. Пойдет с нами бить немцев. И хирург и подросток в отряде действительно пригодились. Усилиями Елены Ивановны в лесу и горах были оборудованы два госпиталя, в которых было все для проведения сложнейших хирургических операций. Эти госпитали обслуживали все партизанские отряды в округе. Гений, младший сын Игнатовых, был одним из лучших бойцов отряда. Он отличался и в боях, и в разведке. Это именно он подбил тот танк, который заехал партизанам в тыл. Щуплый подросток не вызывал у немцев подозрений, и он беспрепятственно проходил в оккупированные деревни. К тому же его агентурная сеть, созданная из пионеров и комсомольцев, приносила гораздо больше информации о противнике. Все по той же причине немцы не воспринимали всерьез подростков. Однажды в станице Смоленской Геня со своим другом Павликом закидали гранатами немецкий штаб. Прячась в кустах, ребята огородами подползли к дому, в котором шла офицерская пьянка. Вдоль стены ходил часовой, но он, заметив подростков, не обращал на них внимания. Мало ли детей возится на грядках. Когда часовой повернул за угол, ребята бросились к дому и швырнули в окна гранаты. Поднялась паника, немцы стали беспорядочно стрелять. Но парнишки уже успели скрыться в кустах и благополучно ушли в лес. На обратном пути в отряд им удалось отбить у румын телегу с продовольствием, запряженную двумя валами, и даже взять одного из них в плен. В другой раз подростки отбили у немцев стадо коров, 150 голов, которые смогли привезти в отряд. Однажды гений со своим братом Евгением обнаружили немецкий наблюдательный пункт на горе Вышки. Взяв с собой снайперов и взвод прикрытия, они уничтожили трех наблюдателей, и потом еще присланных немцами связистов, а машину с автоматчиками расстрелял взвод прикрытия. После этого на гору приехала танкетка. Евгений выстрелил в смотровую щель водителя, а потом и в фашиста над люком. Братья подбежали к танкетке, вынули трупы, и гений сел на место водителя. До войны мальчик все свое свободное время проводил на машина тракторной станции и уже в 10 лет научился управлять всей колхозной техникой. К тому же он был увлечен танками и изучал их устройства. Всю немецкую технику он знал практически наизусть. Евгений приказал брату ехать прямо в станицу Северскую. Братья благополучно миновали заставу и остановились недалеко от крыльца штаба. Из дверей вышли фашистские офицеры. Евгений подождал, когда их накопится у штаба побольше, и расстрелял их всех из пулемета. Братья рванули по улицам, но на выезде из станицы ударил тяжелый фашистский пулемет. Бронебойная пуля пробила бак, появился огонь. Братья смогли выбраться наружу и убежать в лес. Евгений, как инженер со стажем, скрупулезно разрабатывал каждую операцию. Благодаря ему партизаны без потерь громили колонны противника, уничтожали боевую технику, добывали разведсведения для Красной Армии и захватывали языков. Часто он сам непосредственно командовал операциями. Также он долго дорабатывал мины и добился того, что они взрывались только тогда, когда по ним проезжала тяжелая техника, а на пехоту и мотоциклистов они не реагировали. К тому же Евгению удалось сделать так, чтобы мины нельзя было обнаружить мины искателями. Братья часто выходили на операции вместе. Вместе они немало уничтожили противников. Также вместе и погибли. Случилось это 10 октября. Евгений давно уже мечтал увидеть, как впервые на Кубани взлетит на воздух фашистский поезд. После двух дней наблюдения партизаны решили заложить мины на четвертом километре от Афибской станции. Там шоссе и железнодорожное полотно близко подходили друг к другу. Ночью партизаны заминировали шоссе и железную дорогу. Оставалось только выдернуть последнюю шпильку у предохранителя на мине, но это должен был сделать один минер, когда все остальные отойдут в степь. Но вдруг не по расписанию появился поезд, а по шоссе ехали броневики. Искать шпильку в темноте было уже поздно, и братья с гранатами в руках бросились навстречу поезду. В момент, когда паровоз наехал на мину, братья кинули свои гранаты, чем сдетонировали заложенный под рельсы волчий фугас. Котел паровоза лопнул, и под откос полетели вагоны. В этот момент два броневика на шоссе также подорвались на минах. Все это случилось на глазах отца. Он тоже ринулся к поезду с гранатой в руках, но не успел подбежать, его откинуло взрывной волной. Партизанам удалось вытащить из-под обломков поезда братьев, но они уже были мертвы. Молча финскими ножами товарищи вырыли неглубокую яму в кустах терна, положили в нее ребят и забросали землей. Наутро к месту крушения подползли разведчики, чтобы точно зафиксировать потери фашистов. Паровозы 25 вагонов лежали разбитые вдребезги. На шоссе валялись обломки двух броневиков, двух вездеходов и чуть подаль взорванные автомашины. Разведчики насчитали чуть более 500 нацистских трупов, которые весь день вывозили грузовиками. И на их глазах на минах подорвались еще четыре автомашины с боеприпасами и автоматчиками. Уже скоро партизаны отомстили за смерть братьев Игнатовых, взорвав второй поезд. В этом крушении погибло более 600 нацистов и около 400 было ранено. К тому же эсэсовцы расстреляли 65 офицеров вермахта и чиновников, допустивших эту аварию. Отомстили за смерть своего друга и пионеры. Они пробрались на станцию Северскую, где у одного из подростков жила семья. Оказалось, что его отец стал полицейским, но мать, сгорая от стыда перед людьми, помогла ребятам в диверсии. Пионеры целый месяц понемногу воровали у фашистов со складов тол, взрыватели и капсюли, а жена полицейского прятала все это у себя в сарае. И вот наступил день, когда ребята выполнили свою клятву. Глухой ночью на маленьком мостике у самой станицы взлетел на воздух поезд с пехотой. Два дня фашисты прочесывали лес и кусты у станицы, проводили повальные обыски, расстреляли 30 человек своей железнодорожной охраны, не сумевших уберечь важный воинский эшелон. С немецкой педантичностью фашисты в два дня восстановили мостик, но через несколько дней и новый мост вместе с составом, груженным боеприпасами, взлетел на воздух. 21 февраля по приказу начальника Центрального штаба партизанского движения Верховного командования Пономаренко, партизанский отряд, находящийся под командованием Петра Карповича Игнатова, получил официальное название «Отряд имени братьев Игнатовых». А указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1943 года Евгению и Геннадию Игнатовым было присвоено звание героев Советского Союза посмертно.